Привет-привет всем! И как у нас проходит карантин? Сегодня постригся. Ребят, о, здравствуйте, здравствуйте. Евгений, с наступившим днем рождения всех благ, спасибо. Сам, конечно, сам. Сам себя стриг, да. Кирилл. Кирилл. У кого карантин, а мы работаем. Да, мы тоже с днем рождения, спасибо, спасибо, спасибо. Теперь видно, как уши шевелятся. Такие стрижки уже давно не в моде. Ну, согласен. Ну, а что делать? Сам Самыч. Привет-привет. Ты меня узнал? Да, Кирилл, а я тебя узнал. Я тоже сейчас на работе. Ну, сейчас вводят вроде бы ужесточение. Сейчас тоже наушники включу, включайте. Классное причесано, нормально. Хоть что-то. Правда, тут чуть-чуть недобрил. С днем рождения, всего самого наилучшего. Спасибо вам большое. Как погонял сегодня? Погонял? А вы откуда знаете, что я сегодня погонял? За счет прическа, да, спасибо. Расскажите, какая обстановка вообще в плане карантина? Ну, вводят какие-то меры. Поэтому не знаю, что будет дальше. Как отметил? Отметил, да никак. Просто посидел дома. Вышел в эфир. В эфире было 8 человек, поэтому скоропостижно его закрыл, и все. С днем рождения, спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас дела? Чем вы занимаетесь? Анастасия Попова. Прическа, огонь. Ой, что это у меня? С днем рождения, расти большой, не болей, спасибо. Ну, тоже здорово. Присоединяйтесь. Короче, хотел вот это очень малося побрить. Так, опять на Анастасию Попова. Так, с вашим днем в нашей ситуации главное пожелание здоровья. Женя никогда не думала, никогда не думала о переезде в Турцию. Нет, не думал. Евгения, Сережа сейчас в Турции? Да. Вах, Настя. Ну вот, да, Настя, Настя, Настя. Что-то она... Очень идет стрижка, спасибо. Модная прическа у тебя, да? Сам сделал. Надо вот это еще сбрить, короче, полностью высо сделать. Но у меня череп неровный. У меня вот этот перепад. Юль, привет, смотри. Ты как парикмахер, дай оценочку. Леха, 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 Леха. Леха, нормально он там? ММА, все. Остальное... Не надо. Привет, привет, Юль. Самсонов, привет. Леха, тебе привет передают. Все good. Отлично. Леха, привет. Леха, пришел, привет. Леха, ну ты напиши хоть что-нибудь. Как часто видитесь в семье Сергея? Не так часто, как хотелось бы. Ты мачо. Ну хорошо, что ничмо. Сейчас борода отрастет, короче, к бороду. Я вообще хотел вот так, вот так вот побрить. Но так мне не получится. Надо вот так побрить, короче. Все равно на карантине сидим. Какая разница. Леха, 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 ты где? Леха. Привет, привет. На кого ты постоянно смотришь? На телевизор? Нет, так не надо. Надо. Надо попробовать. А подруга твоя с тобой в прямой эфир хотела? Куда делась? Не знаю, куда она делась. Что-то у нее там какие-то проблемы. Такая часа. Яйцеголовая башка. Добрый вечер. Новый имидж. Да. Постригся. Кто тебя постриг? Сам себя подстриг. Вы же на карантине. Сидел в обревал. Пробуй еще раз, если не можешь. Красиво. Ну вот, видите. А кто-то говорит, ё-моё. Женька тебе не идет. А мне нормально все. И самое главное, что даже причесываться не нужно. Поэтому пусть оно будет так. Какой же вы скучный человек. Но скучный человек, когда отпишитесь от меня и вы не смотрите, если я скучный. В чем проблема? Какой же вы скучный человек. Да, я скучный. А что, все не сбрил? Ну, не захотел пока сбривать. Рассказывай что-нибудь интересное, чем занимался сегодня ты. Я сегодня проснулся. Постригся. Сделал пробежечку. Вообще прям 3 километра пробежал, но легкий не выплюнул. Нужно, короче, это. Каждый день теперь бегать. Теперь буду бегать каждый день. Прокатнулся на моцике. Все нормально. Надеюсь, что уже встречения мои все равно, ну, не мои, а наши, они пройдут. Ну, хочется в лес. Прям в лес съездить покататься. Ну, поработал еще сегодня чуть-чуть. А так все хорошо. Главное, для себя удобно и комфортно. Голова отдыхает. Да, вообще, вообще кайф. Хочу на волосе так построить, все прям вообще будет нормально. Он просто вышел с людьми попиздеть. Живет один. Он же блогер какой-то. Куча на им. Да нет, я не блогер, ребята, вы заблуждаетесь. Женя, ты куришь? Да, курю. Я же говорю, гонял. Ну, так откуда ты знал, что я гонял? Не, не гонял, а ездил. Да. А, не блогер пришел. Ну, да, может быть. Он не блогер. Написала она, да. Да, парням, думаю, любая прическа пойдет. Ты расстался со своей девушкой? С какой? Читаешь плохо? Да, читаю плохо. Видел. Где ты видел? Кирилл, где ты видел? Ты не мог видеть этого, потому что я сегодня это не выставлял. Так, какие-то меня выводят. Где Настя? Расскажу, с кем ты ездил. Давай, давай. Настя, добавляем. Настя все не выходит. Съезжаешь у меня. Настя верит другу. Ну, спросим у нее, верит она другу или нет. Неужели? Настя, ты веришь в другу? Да, пиши вечерочек. Я пропустила что-то очень важное. Настя, ты другу веришь? Молодец. Настюха красотка. С кем гонял? Давай, Кирюха, расскажи, ты же знаешь, с кем я гонял. Лиза, да? С прожедением с прошедшим. Спасибо. Давай поздравляю меня с прошедшим. Ты сейчас кому это сказал? Тебе. Так, сейчас. Подожди, песню хотела спеть. С днем рождения, любви на головокружения, и чумового настроения, и самых преданных друзей, и все вместе. Настя, тебе вопрос задали. Ты что, в платье ходишь дома? Или это майка? Это розовая кофточка. А что, надо было платье? Могу. Это пижамо. Ну, давай, сейчас посмотрим. Кто за то, чтобы Настя платье одела? Так, Евгений, ну ты это. Что ты? А что ты не выставлял, и шлем на нее не одел? На кого? Вы такие красивые на карантине, да? Я думал, она одела платье, не Женя Ндера. Давай, одевай платье. На Жене Ндере я без платья была. Что ты несешь? Чего, чего? Я ничего тоже не увидела. Я думала, дело платье, да? Все? Что все? Ого-го. Что-то я не видел, что ты без платья была на день рождения. Сейчас я не поняла. Что ты не поняла? Тебе пишут, Настя, привет. Привет, привет. А что не живете вместе, раз без платья была? Давай, отвечай. А, это девушка твоя. Вы все потом увидите. Пока пусть это останется интригой. Интригант. Красивая пара. Ты что, чай пьешь? А, Евгений? Женька застеснялся. Да-да-да, Евгений. А вы такой остепеснительный. Я так-то огорчен на Настю. Чего? Кирюшка, чего ты огорчен? Не огорчайся. В смысле, ты ничего не перепутала? Кирюшка. Интрига, интрига, интрига. Да-да, интрига. Ты что, платье пошла одевать? Ну, конечно. Ну, просят же. А то что вообще не коминфо мне действительно сижу. В какой-то когте. Что-то я не видел, чтобы кто-то просил. Ты все знаю. Что? Что кто знает? Рассказывай тебе. Рассказывай тебе. Интересно послушать. Давай. Кто что знает? Кирюха знает все. Не, ну Кирюха... Кирюха, ты смотришь, кто-то познакомился. Кирюха. Не могу собраться. Чего ты собраться не будешь? Хочу у людей спросить, как проходит карантин. Как думаете, до осени не затянется пандемия? Нет, до осени не затянется. Я звонил проверенным каналам. Короче, сказали до июля. Женя. Что? Слушай, Настюха, а ты что сегодня такая красивая-то губы накрасила? Глаза побывали. А для тебя старалась. Карантин не повод выглядеть ужасно. А, ну подожди. Мы с Настей неделю плотно общались. Последние дни пропала. Значит, я не припомню, не припомню, как мы там плотно общались. Да, Юня закроет всех. Моришка, мой друг. Вот так вот. Решал, молодец. А с Настей, короче, вы плотно общались, да? Ну, да. Оказывается. Слушай, давай там мне это насъезжай. Дал-дал дома. Дал-дал, ушел. А что ты занервничал? Я? Ни капельки. Женя, не ревнуй нас. Да пусть она меня ревнует. А я ее, слушай. Слышь, такое шо-то. Жень, с такой прической. Я тебя не ревную абсолютно. Ежа на голову одел, блин, красавчик. Кто такой, Кирюшка? Я вообще, блин, постригусь. Мало ли что. Да ты уже обещал. А ну подавай сейчас в прямом эфирчике-то. Исполненном. Не, а то мне надо подниматься на второй этаж не пойду. Я хочу так походить чуть-чуть. Лысая башка-то тяжестка. Типа тайсон. Типа тайсон. Да-да. Давай-давай. Левая, правая. Двойной. Что мне голова закружилась. Забыла, что хотела аж. Вспоминать. Кирюшка, это я. Да, Кирюшка, это ты. Мне уже не надо на вот... Ну, тут сидят какие-то дамы и рассказывают о том, что ей жабы на голову одели. А что значит какие-то дамы? Евгения, вы за разговором за своим следите. А то будет а-та-та. Я сейчас просто в прямом эфире не могу показать. Настя, свет включи, плохо видно. Да что видно плохо? Все прекрасно. Свет включи. Да у меня романтик. Я не хочу атмосферу свою нарушать. А то сидишь где-то в Бруклине. А что, я не помню, не видно меня? Тебя не видно. Ну да, конечно, я это себя вижу. Только чай твой видно. Ой, ребята. Виноградный. Нет, ну это можно было и промолчать, там, крокодича или что-то либо. Романтик без Жени, да. Дальше надо было прописать. Ладно, не буду. Что нет? Романтик. 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 А, романтик без Жени. Почему Жени? Я же Женя сейчас. У нас такой с ним романтик на данный момент. Аня Свиненко, добрый вечер, хорошего тебе настроения. Спасибо большое. Хорошего вам вечера, голубки. Голубок. Голубка. Ой, ой, моя голубка, безумная влюблёнка. В тебя, моя голубка, ты мой счастливый сон. Ой, ой, моя голубка. Голубка. И тут Настю поднесло. Сейчас, я. Одну минуту. Куда это ты пошёл? Минуту одну. А меня слышно, да? Да, тебя слышно. Женька сегодня бегал. Вы представляете? Не знаю, сколько пробежал. Сейчас придёт, спросим. Три-три. Я вас слышу. А, да? Три-три пробежал. Жень, это вторая половина твоя? Жень, это вторая моя половина? Ну, тебе вопрос. Это пусть останется интригой. Ну, блин, ну вот. Что можно тут ещё сказать? Спасибо, Кирюш. Спасибо. В смысле спасибо? Я там что-то не читаю? Ой. Или вот это Кирюша уже? Кирюша, ты же... Женя, надеюсь, это не твоя половина. Почему? Ну, не знаю. А почему? Почему такие надежды? Потому что потеряю. Спасибо. Что там спасибо? За что? Да, Кирюшка, тут написают вообще. Кирюшке и дубыря никуда деть. Жень, Таганрогу привет передай. Таганрог привет. Таганрогу привет. Пока вы там без меня общаетесь. Я тут общаюсь с вами. Я не с Моришей, а почти с Наськой. Ну-ка, 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 поподробнее с этого момента, пожалуйста. Ну, давай, ну вот я жду подробности от Кирюша. А Кирюша что-то и молчит. Конечно, ждет она подробности от Кирюши. Ну, он его рассказывает. Ой, ой, моя голубка, Безумно я влюблю в тебя, моя голубка, Ты мой счастливый сон. О, смотри. Так, потому что мы хотим, Шучу, чего хотим. Не, Женя. Не Женя. А тебе написал, что ты красивая, Анастасия. Любим тебя. Таганрог. Хватит ревновать, Кирюша. Женек. Ты вообще, вообще. Давай, давай, Кирилл. А что, что я упустила этот момент? О чем вчера беседа у нас с тобой была? Да, мне тоже интересно. Жень, ну вот тут, ты понимаешь, нестыковочка. Вчера ты мне весь вечер и всю ночь усыплял меня рассказами там какими-то. Читал мне книжки. Поэтому у Кирюшки не было вчера. Что-то я не помню такого вчера. Ты чего? Настюха, красотка, люблю тебя. Ой, спасибо. А меня? А меня, Жень. А меня? Не, подожди. Тут либо ты, либо я. Ну, по-дружески. Ладно. Жалко, что здесь нельзя добавить еще кого-то. А кого бы ты добавил? Тройничок хочешь или что, Евгений? Я, что о твоих таких фантазиях не знала. Не оправдывайся. Ну, надо, стоит попробовать. Думаешь, Кирюшку будем брать? Перепутал позавчера. Нет, не Кирюшку. Ну, как скалитесь. Ребят, ну скажите, как карантин проходит? Что мы делаем? Кто-то, может, развивается как-то, может, какие-то видео смотрит, может, что-то полезное извлек из себя за время карантина. Расскажите. Давайте поболтаем. Потому что... То есть тебе со мной общения мало, да? Ты хочешь в массы. Поболтать он решил. Ребят, не отвечайте ему. Обидитесь на него, как я сейчас это сделаю. Ну, давай, 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 обижайся. Женька, красавчик, любим тебя, а не... Продолжайте. Ты обиделась уже? Да. Что не видно? Ну, 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 вот так. Я с тобой не разговаривала. Я с тобой 10 секунд не разговариваю. Так. Ну, и все. Настуха, Женька, крутой. Мы не массы. Слышала, Бра? Нет, я не слышал. Уехали за город, баня, шашлыки, огород, круто. Мне надоело уже сидеть, Женек. Да не здесь, а просто мне надоело уже сидеть, Женек. На карантине надоело Кирюшке сидеть. Кирюшка, встань, постой. Все будет нормально. Я сегодня побегал, вообще, там, такой, бежишь, что-то, нормально. Все, руки, да, все. За поворот забежал. А что, вокруг дома бегал? Нет, я по району бегал. Так, меня закрыли на замок. Уже два месяца. Бедная Кирюшечка. Пожалей своего Кирюшечку. Я же это должен делать. Татьяна? Какая Татьяна? Почему я ее не вижу? В смысле, Татьяна? Ну, Таня написано. Что Таня? Где Таня написано? Ну, сижу, пью пивко. Мы друг друга с человеком поняли. А ты сиди дальше, читай, отвечай. Я видел сегодня тебя, Женя. Где ты меня видел? Так, что-то не понял. Меня видел или кого? Я видел ту, которая сидит, чай пьет. Жень. В Петрозаводск-то приедешь? О, не знаю. Может быть, на рыбалочку обязательно приеду. На мотоке. Ты не мог сегодня видеть меня на мотоке, потому что я ездил только в Бушу. Там никого нет. А с кем на мотоке ездил? Он мне сейчас, ну, Кирюша все расскажет. Пусть расскажет. Настенька, я обожаю тебя. Сидим вместе, пьем пивко. А почему я сейчас это только читаю? А ты до этого прочитала? Ну, потому что ты с Кирюшей там выясняешь, кто кого видел. Тяга Нью-Йорку, привет. Ты пошла... Надень платье. Ты там всем обещала платье надеть. Надень платье. Нет, я могу дикие танцы танцевать. Не-не-не, вот это не надо здесь. Ну что, курить собрались в прямом эфире? Ну я? Да, но вы что? Нет, конечно. Я просто подержу возле рта. Кирилл. Сенька, что-то ты подгрустился, да. Почему вы не вместе сейчас? Потому что она живет в США. Боже, Жень, ты же мне сегодня нормально книжки вроде читал. С чтением у тебя все в порядке. Подстригся, а не погрустел. Погрустил или как ты там сказал. Ой, ужас. А, подстригся. Будешь мне чаще читать на ночь? Угу, конечно. Маради буду тебе читать на ночь. Подстригся, так а что? Ну я просто не прочитал. Почему вы не вместе сейчас? Потому что она в США. From USA. Ой, не заводите меня. Не заводите. А то мы сейчас эту тему обсуждать начнем. Потому что Настя еще выбирает. Да, она у нас такая переборчивая. Она выбирает. Настюха, баба супер. Ну, наверное, не знаю. Выпьем же за это. Настюха, у тебя чай не заканчивается, да? У тебя с берегамотом? Да нет, ты что? Я, знаешь, там наварила, себе этого поставила, как заварничек полный. Настюха, баба супер, да. Ты баба супер? Или ты баба не супер? Я вообще огнища. Как Кирюшка говорит, пушечная. Кирюшка шутит. Настя выбирает, а ты определился? Во-во, вот спасибо за вопрос. Да, пусть Настя выбирает. А ты мне определился? У меня все нормально. Где там нормально? Покажи, где нормально. Женя, как можно увидеть тебя? Вот он я. Вот он я. Ребята, я, короче, завтра хочу приготовить, знаете, что? Что? Хочу, короче, приготовить перец. Ну, болгарский перец. Напаршировать его мясом из-за первой духовки. Вообще супер будет. Короче, завтра будем готовить в прямом эфире. Это будет очень круто. Муж задал вопрос. Когда началась Великая Отечественная война? В 41-м году. Дистанционно. Вот он я. Дистанционно, вот он я. С ежом на голове. Без комментариев. Харкок скажешь. Я могу просто помолчать. Не комментирую эту прическу. Да, готов, я заеду и люблю. Окрошку. Ой, окрошка класс. Я люблю окрошку. Ну, Даленка пришли и ты, и Путин. Да, это был вопрос и к тебе. И когда именно, какого числа началось? Ну, давай, рассказывай, Настенька. А что, у нас, как это была передача, чтобы рассказать? Так выпьем же за то, чтобы войны в нашей стране не случались. Давай, Настя, отвечай. Я сейчас приду. Без Насти готовить будем. Не знаю. Можем и с Настей. А куда ты бегаешь постоянно? Настя, рассказывай, когда вторая? Вторая, великая. Жень, куда ты уходишь постоянно? Вторая, великая, когда началась. Тихо, тихо, Настя, как жить вне России, чем нравится там? Да все нравится. Мне вообще, в принципе, не важно, где жить. Я везде найду свой комфорт. Настя, когда вторая, великая, началась. Слушай, ты меня задалбываешь. Мы с тобой это обсудим попозже. Да. Какая великая, первая война, великое отечественное было, Женя. Чего? Вот вопрос. Настя, а это смерть. А это смерть бросай. Когда-нибудь, возможно. Это мой выбор. Когда первая, великая, не помню я. Я вам скажу сразу. Я не помню. 22 июня 41-го. Это вторая была. Настя, он кушает там. Нет, я не кушаю, потому что я ничего не готовил. Он уже кушал сегодня при мне. И если бы он хотел кушать, то я не думаю, что он бы за экраном это делал. Настя, ошиблась. К тебе лично вопрос. Когда Великая Отечественная война началась? Настя, там подсказка сверху была. Подсказывай по-братски. 22-го. Настя, не бери в голову. Наша в Турцию? Да. Я шучу. Не бухает сильно. Нормально вам. Угу. В 18-м тысячах. А скажите, пожалуйста, так, кто? Варнава. Вы знаете о таком законе, который был введен в определенный год. Интересно было бы, конечно, чтобы вы ответили, в какой год, когда женщины переходили в собственность с 14 лет в собственность государства. Можете ответить по этому вопросу? Что значит, ты бери в голову, научись девушку хотя бы, да, там... Ну, наверное, имели в виду, не бери в голову, да, слушайте. Ну, блин, блин, не хочется грубить, конечно. Но у нас же сейчас не урок, блин, по истории. Ну, а почему? Ну, кто-то историю не знает. Это отмена крепостного права 3 марта 61-го года. Угу. Насколько, ну, фоточка, грани. Компания просто начинает. А почему листья зеленые? Не все могут почему-то ответить. Крепостное право, понятно. А вы мне скажите, когда был введен закон на собственность девушек с 14 лет? Тогда я сделал подсказку, тогда был самый большой разгар сифилиса в стране. Ну, в общем. Можете сейчас загуглить, потому что мы-то загуглить этого не можем. Потому что урок истории, он проходит вот так вот. Нас проверяют, знаем мы историю или нет. Поэтому на карантине нужно читать историю. Иринка, что-то там интересно. Кирюх, ну давай это. При это, приударь. Ой, это Ирочка моя. Ее приветики. Кто? Вопросы мы с мужем не понимаем. Но если вы изучаете историю, вы знаете, что в стране был введен такой закон о том, что девушки с 14 лет переходили в собственность государству, правительству. И я, допустим, как член правителя, правительства, у меня были определенные карточки, с которой, допустим, муж с женой идет, и я мог показать эту карточку и воспользоваться, ну, грубо сказать, женой. Без всяких там угрызений и совести. Поэтому, если вы знаете этот закон, когда он был принят, привет, привет, в какой стране? В нашей стране? Так, привет. Это Кирюша с моей Ирой уже знакомится. Кирюш, там все нормально. А что за Ира 3М? Ира 3М, привет. Ирина моя, она замужняя женщина. После 1917 года, может быть. Но может быть. Просто тут такие какие-то вопросы задаются. Ну, к чему? Вы хотите доказать, что мы тупые или что? Я не понимаю. Наская улыбательность тебе идет. А ну-ка в 32 давай здесь и я. Кирюш, все для тебя. Все для тебя. Рассветы и туманы. Для тебя моря и океаны. Для тебя цветочные поляны. Для тебя. Заканчивай с этим. А то будут такие страшные сказки на ночь. В смысле? Там все нормально? Про войну? Вот эту маклейку надо отодрать. Да что, мне нравится. Тут бренд этой чашки написан. Что тебе? Так, Евгения, вы некомпетентны в вопросах. Мой муж из Таганрога, он не может понять ваши вопросы. Настя, ты поняла мой вопрос или нет? Ну, я поняла твой вопрос. Ну, значит, я, да. Значит, я, наверное, неправильно объясняю. Давай другой вопрос, чтобы понятно все было. Ну, у меня больше нет вопросов. Я вообще этим, ну, я как-то интересовался этим, но после того, что это все, когда это все наружу всплывает, и кто такие наши деятели, там, и Сталины, и Хрущевы, и Брежневы, и фу, прям клевать хочется от этого. Лучше не пой. Чего это? Кто это мне еще запрещать будет, чтобы я не пела? Да никто не может хохла вас понять, не мой муж. Да я тебя найду. А ну, подожди, подожди. Так, да никто не может хохла вас понять, мой муж Таганрога. Тоже хохло, обоих мне похвастятся. Причем здесь хохол. Я вообще-то родился в Советском Союзе, если что-то. Ну, я же вас не называю кацапами, ну, в смысле хохол. Ребят, имейте уважение друг к другу. Насте другой мужчина нужен. Какой? Объясните. Очень интересно. И мне. Настя, что значит у Иришки все нормально? Ну, у нее все нормально, я с личной жизнью. Настя. Трой ей там глазки, она замужняя у меня. Настя тебе нужен другой мужик? Ну, хорошо, какой? Пусть я что-то объяснял, какой. А по поводу хохла... Люди агрессивные какие-то, я не пойму. Не, по поводу... На людей или что? Не, по поводу хохла, нет, вы можете... Я могу вам прямо в директ написать, я сохраню этот эфир. Напишу вам полноценный вопрос, который вы поймете. Интересно, какой мужик-то нужен-то, а? Нужен Кирилл. Пойдем на рождество. Привет. Привет. Так, визуально Бонд, Джеймс Бонд. Это ей нужен Бонд, Джеймс Бонд, или кто? Мой муж лично из ДНР, город Таганрог. Ну, в ДНР я тоже был. Донецкая народная республика. Ну, это сейчас ДНР. Привет с прошедшим, спасибо. Жень, без обид. Отобью, прости. Отбей. Аж Гольф, блядь, запершила. Отбей. Она не сидит уже. Сияет. Сияет. Засияет. Да, Настя Типаж Бонд. Так что, Настя, не напрягайся с ухаживаниями. С хохлом, да. С хохлом, да. Нафиг он тебе нужен? Историю не знаю. Ну, я историю повидела, тоже не знаю. У меня это не означает, на самом деле. Так, из Харцизка, ДНР. Мой муж вопрос на Великой Отечественной войне, Своей Перевод, с начала войны. Какие еще вопросы? Ну, а мы вроде бы ответили на ваши вопросы, что 22 июня 41-м году. Когда была война Карелло-Финская? Сейчас вот просто... Знаете, какая ситуация? Вы сидите за... По ту сторону прямого эфира и сидите, гуглите. Карелло-Финская война, когда началась? В каком году? Ну, что ты... Что ты это... Да при чем здесь, что я это? Ну, к чему эти вопросы? Спасибо. Так, позже вернусь. Переводовать. Они там, походу, обкурились. Да, это 2-я Отечественная война. Война 22-го июня 44-го года. Чего? Какого? 44-го? 41-го? Вот и несу чушь. Да нет, это не чушь. Это просто... Просто какую-то... Сейчас формулу вычитаю и скажу, а, ребята, назовите мне эту формулу. Ну, что ты зацикливаешься на этом? Да я не зацикливаюсь, я тебе говорю. Мне просто, я не понимаю... Ну, все, сделай пробелы и... Вот, нет, стоп, да подожди. Нет, подожди. Ну, 39-й год, все отлично. Скажите, пожалуйста, какую территорию в Карелло-Финской войне забрала Россия? И почему Карелло... И кто победил в Карелло-Финской войне? Не, ну, мне просто интересно. А, 39-й, 49-й. Да, и можно еще объяснить, пожалуйста, правила исполнения Батман-тенджу? Вот это... Не, подождите, подождите. Какой 39-й, 40-й? 39-й и 49-й был написан. И почему... И... Не, не почему. А кто выиграл эту войну? Расскажите, пожалуйста. Еще про японскую войну. Расскажите мне, пожалуйста. Когда она началась и когда она закончилась? И кто победил? Если вы уже, ну, про это. И расскажите, пожалуйста, про Карелло-Финскую войну. Ой, завели, завели. Да, блядь, ну, мне это потому, что, ну, ну... Давайте сменим тему, хватит истории. Не, ну, давайте поистерим. Так, спокойной ночи, и вам спокойной ночи. Кто был фигурант в Карелло-Финской войне? Мне тоже очень интересно. Дружба народов победила. А, даже так. Дружба народов победила. Ну, я вас могу сейчас разочаровать. Не матерись, даже не думал. Что? У Евгения симпатия, а у Анастасии поражают. Это моя золяция. Ну, поэтому, да. Поэтому Анастасия и находится в США. Ой, господи, ужас. Блин, ну, носик такой у носки у мат. А мой носик не хочешь заглебнуть? У матных. Сейчас подожди, там наши историки гуглят. Куда пошла? Да, подожди, я тут рядышком. Был мирный договор. А почему мирный договор произошел? Ну, а чего он пошел? Так, а ну, заканчивай мне там. Расширенные границы. Ну, что ты сцепился? А кто первый впустил травку, впустил в СССР? А кто завез... Как его сейчас, блядь, вспомним, подождите. Кто завез баршевик в СССР? Интеллектуальная игра пошла. Нет, расширенные границы. Насколько они их расширили? Города можете назвать? Насколько они их расширили? И расширили ли они их вообще? Ну, просто это, ну, как по мне, это разговор ни о чем. Я сейчас тоже могу сидеть, задавать вопросы, сидя перед компьютером и гугли это все. Ну, если вы это знаете, ну, обоснуйте в прямом эфире. Так, а почему она так сильно накрашена? Почему ты так сильно накрашена? Ну, такое настроение у меня сегодня. Сильное. Игривое. Игривое. В Нью-Йорке сейчас ночь. Надо. Женька, как мотик, когда ТО? ТО я уже сделал на двух часах ТО, на пяти часах ТО. И сейчас вот подходит десятый час. Сделаю на десяти часах ТО и каждые десять часов буду делать. Так. А глазки вообще в троучатках. Спасибо, Кирюх. Куда ты опять пошел? Че ты там стонешь? Пойду погуглю. Пойду погуглю, когда там война была. Ой, блин, Жень, не ты меня не беси, пожалуйста. Я тебя не беси? В смысле? Ты хочешь сейчас... Ребята, откройте энциклопедию, и я не пойму, вы че? Ты сейчас хочешь выяснить? Вопросов больше нет, или это насущные вопросы, или я не пойму. У нас сегодня вечер расслаблений, зачем напрягаться? Нервировать и в день. Я вообще спокойный, как удаф. У меня вообще поболток. Вообще, ну, как бы не особо это важно, когда он родился. Мне есть... Нет, а сколько... Нет, а сколько миллионов тратят? Насущные вопросы, и дела, и проблемы, нежели знать, когда Петя родился. Нет, а когда этот... А сколько денег тратили на содержание Ленина? Кто мне может ответить? Историки всей Руси. Че, как думаете, сколько будет еще до Мачалец? Ой, не знаю, Кирюх. До июля. Надеемся, что в конце мая уже... Не будет ничего. Будет все нормально. Не будет ничего, потому что сейчас самый пик заболевания идет. Так что расслабьтесь. До июля будем... До июня будем... Нет, до июля будем точно сидеть. По-любому вообще прям не обсуждается. Ой. В июле будет пик, да. Еще делать давайте займемся мозговыми вопросами. Давайте. Задавайте. Задавайте, будем все отвечать. Потому что я чувствую себя каким-то тупым здесь. Так. Чего это напрягает? Я не пойму. Сейчас только нарастает все так. Да, я уже думаю. Июля. Хорошего вечерка. Спасибо, Жень. Шли всех нахер с такими вопросами. Да нет. Почему? Я наоборот это... Меня это напрягает? В смысле? Ты что, меня не знаешь? Меня это не напрягает. Я что, раздражен или что? Ну а что ты завелся? Я не завелся. Я только это... Ну я вижу. Давайте поиграем в исторические вопросы. Давайте поиграем в исторические вопросы. Скажите, сколько был фалос у этого, как его? Тут он хамона в 14 лет. Ответьте мне на этот вопрос. Это у кого там собака гавкает? Так, Настя, пусть он тут... Истерись, выходи со мной в эфир. Ну, ну, выходи, Настя, с ним в эфир. Я просто не буду в прямом эфире показывать то, что я тебе показывал. Женя, передай привет Паше Кирееву. Паша, привет. Привет, Паша. Паша, привет. 15 сантиметров. Здравствуйте. 11 сантиметров. А хотите правильный ответ? На самом деле его никто не измерял. Поэтому это стало загадкой. Настя, ну ты... Исторически. На самом деле у тебя сколько времени? На сколько у тебя времени? Ну, темно уже. Итак, написали видимое желание. Ой. Куда пошла? Пошла. Чай долить. И чай долить. И ничего. Что-то ты быстро вернулась. Все, я закончила с ней. Отмена крепостного права. И когда была, да? Вот, не знаю. Ну, сумничайте. Кто это? Где? Она ко мне пошла. Да, Кирюха, она к тебе. Она мне смс-ку написала сейчас. Говорит, выйду с Кирюхой, короче, в прямой эфир. Ну, чтобы нормально там было. Будь здоров. Спасибо. Будь здоров. Спасибо, спасибо. Так что Кирюха там потом это, ну, за скрин, что там. Отменок крепостного права, назови. Женка, день рождения прошел. Все нормально. Барышня кто? Она барышня. Отменок крепостного права, назови. Блядь, сейчас могла бы. Потому что все такие умные, сидят перед компьютером и говорят, назови. Сейчас назову. Ты Google открыл. 19 февраля. Так, подожди. 3 марта 1861 год. Да. 19 февраля. А назовите мне, пожалуйста, что означает КШМ и ГЗМ. Женка, день рождения отметил. Все хорошо. Мы уже все. Сейчас вернется. Так. А саму свобода звать, я что-то не понял, в смысле саму. Вам весело, безумно, безудержанное, веселье. А вам не весело? КШМ и ГРМ, расскажите мне, что-то такое. Так. И что ты? И что ты, придурок? В смысле? И что ты, придурок? В смысле? Я сейчас, блядь, нахуй вас заблокирую, блядь, за такие слова. Да, ну, что ты реагируешь? В смысле, блядь, что я реагирую? Умники, блядь, тут нашлись такие тоже мне, блядь. Пусть сидит, блядь, со своим мужем там, блядь, гоняет, сука, лысого, блядь. Такие умные, блядь, все. Еще одна, блядь, кто был «Война и мир» главным рассказать. Ну, почитайте и узнаете, кто был. Здравствуйте, здравствуйте, порой за женкой, так. Правильно же, нахуй в блок их. Боже, ты, ну, как бы, не читай. Зачем ты читаешь? Общайся со мной, проводи прекрасный диктор, время общения. Что ты реагируешь так на... Да, не, ну, это просто какой-то, ты что, придурок, сиди, чухня, блядь, за, сука, за компьютером и рассказывает мне, блядь, историю. Я все, я все сказал так. Женя, что случилось? Все хорошо, все отлично, не переживайте. Уже давно бы заблокировал. Все нормально, блокируй эту дуру. Да не, все нормально, ребята. Мы тебя обидели. Нет, вы меня не обидели. Все нормально, абсолютно. Просто давайте я сейчас сяду за компьютером и буду задавать вопросы. Да ну, все на пиканты, ну, в чём? Так я сказал! Голос не повышал. Я тебе сейчас дам. Все, прям такие историки пообщаются с Настей лучше. Слушай, да, про вид, как два. Два нормально. Не, я просто не люблю такое. Ну, так не любишь, что реагируешь, не реагируешь. Вот, да. Так я сказал! Вот так вот, вот правильно. У нас времени 22 часа. Так, что ты про кошечку? Какую кошечку? У нас два ночи. А у нас 20-20-17. Хватит там подкуривать, я тоже хочу. Так, прости, я периодически захожу в ваши эфиры и слышу вопросы и ответы. Подумала Викторина и решила тоже поучаствовать. Извините, не хотела. Вы меня не обидели. Все нормально, абсолютно. Есть вопросы, есть ответы. Есть вопросы, на которые я знаю ответы. Есть вопросы, на которые я не знаю ответы. Поэтому я говорю, что я не знаю ответы. И когда мне пишут, ты что, придурок, блядь? Меня это бесит, блядь. Потому что все такие умные, дрочеры, прыщавые, которые сидят, блядь. Жень, ну ты что? Извини, подожди, не перебивай меня. Которые сидят за компьютером, вычисляя какие-то вопросы, блядь, ответы. И потом начинают рассказывать. Ты что, придурок, блядь? Сама ты что, знаешь? Карелло-финская война, 39-49 год, блядь. А почему? Кто выиграл? Мирный договор был. А кто выиграл эту войну? Меня вот это бесит. Ну не беситись. Все, выдыхай. Я не бесит. Не надо, блядь, делать из людей тупых. Ты что, придурок, ничего. Чучу, сука, намандрючил бы. За такие слова. Что за девушка? Кто ты такая? Кто ты такая? Я киплю? Я даже не загорался. Я даже вот, даже чуть-чуть не закипел. Не бесит. А я в блог все нормально. Только эмоционально так вот там. Правильно? В блог. Немчурован. Да не, просто бесит.